Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны – 48300 и 48333. Эфир канала РЕН продолжают новости Анап-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня выпуски. На предметный разговор о санитарном состоянии курорта пригласили руководителя мусороуборочных предприятий и управляющих компаний. Управление муниципального контроля продолжает активную работу по демонтажу незаконно установленных объектов. Самые красивые спортсменки России собрались в Анапе на ежегодном фестивале «Красота, Грация, Идеал». И сейчас обо всем подробнее. Санитарное состояние у города-курорта стало темой расширенного совещания, которое сегодня провел глава Анапы Сергей Сергеев. На предметный разговор пригласили руководителя мусороуборочных предприятий, управляющих компаний, председателей домовых и квартальных комитетов. Участникам совещания озвучили новые принципы работы, условия оплаты труда коммунальщиков, общественный контроль и штрафные санкции к нерадивым управленцам. Совещание вызвано экстренной ситуацией, сложившейся с санитарной очисткой территории Анапы, Алексеевки и Анапской. На эти цели расходуют более 106 миллионов рублей из муниципального бюджета. Анапчане жалуются и требуют за деньги, которые они перечисляют в виде налогов и оплаты услуг вывоза мусора, навести в этой сфере порядок. Люди хотят элементарных вещей порядка и чистоты. Заместитель главы Анапы Яна Дуплякина сообщила, на санитарную очистку курорта в этом году выделено на 12 миллионов рублей больше, чем в прошлом. Более того, погашена задолженность администрации за 2011 и 2012 годы. Тем не менее, профильные предприятия накопили 6-миллионную задолженность перед пенсионным фондом. Анапа благоустройство доведено до состояния банкротства. Первый заместитель главы Светлана Яровая доложила, начиная с текущего понедельника, она ежедневно проводит встречи с участием руководителей ТОС, координаторов Советов микрорайонов, представителей мусороуборочных компаний. К масштабной работе привлечен отдел по соблюдению правил благоустройства Управления муниципального контроля. И уже есть результат. Ситуацию с уборкой города удалось изменить, но для наведения окончательного порядка необходимы кардинальные меры. Решить наболевшую проблему определено так. Если уборка проводится не вовремя или некачественно, компания просто не получает деньги за ненадлежащую работу. Каждое нарушение будет зафиксировано и отражено в соответствующем акте. Контролировать работу предприятий саночистки поможет общественность. Активисты АТОСов, которые досконально знают каждую Анапскую улицу и каждый двор, будут следить за территориями и сообщать обо всех нарушениях. Обсуждается и возможность доплаты за эти дополнительные функции. Еще одним эффективным методом борьбы с антисанитарией станет создание межведомственной комиссии, в которую войдут представители Управления муниципального контроля, общественности, средств, массовой информации. Станут традиции объезда Анапы с последующей демонстрацией в репортажах положительных и отрицательных примеров отношения к своему городу и к своей работе. Более того, будет создана новая схема уборки территории курорта с четким разделением на зоны ответственности. Сегодняшняя ситуация, когда компании спорят, кто из них должен убирать тот или иной участок города и при этом ничего не делают, не повторится. Еще одной темой жесткого разговора стала деятельность управляющих компаний, к представителям которых обратился Сергей Сергеев. Я предупреждаю, что буду приглашать представителей управляющих компаний и по 3-5 домкомов, которые будут рассказывать, где раньше были контейнерные площадки для вывоза ТБУ, то есть до 1 января. Ну и по ценообразованию поинтересуемся. И где они сейчас, и сколько их. Уважаемые коллеги, руководители управляющих компаний, еще раз подчеркиваю, вы самостоятельно подняли тарифы, поменяли виды тарифов и самостоятельно приняли решение без согласования с администрацией о количестве контейнеров для сбора ТБУ. Это недопустимо. То же самое. Считаете, что на это количество жителей достаточно двух контейнеров вместо пяти, которые были до 1 января. И эти два контейнера должны быть постоянно полупустыми, но не переполненными. И вокруг них еще на пять контейнеров мусора. Штрафовать за неудовлетворительное санитарное состояние будет территориальный отдел Роспотребнадзора. И в завершении совещания глава города-курорта рассказал о планах администрации. В ближайшее время разработают программу по благоустройству муниципальных дворов. На эти цели будут направлены бюджетные средства. Мы узнали у анапчан, в чем, на их взгляд, причины недовлетворительной работы коммунальных предприятий и как можно изменить ситуацию к лучшему. Хотелось бы, чтобы было лучше в центре города, везде, в общественных местах, где отдыхают люди. И кидали бы мусор там, где положено, и не засоряли город. Чтобы людям можно было отдохнуть, посидеть спокойно. В том, что не убрано. У нас лично во дворе вообще такой двор. Вот зайдите, Ленина, 131, во двор. Посмотрите наш двор. Там машину и все, и сломать можно, и ногу сломать, все что угодно. Я больной человек, сердечно-сосудистая больная. Невозможно. В нашем бывает всего. И убирают, и мусор есть. А вы бы хотели что-нибудь изменить в системе уборки мусора и вывоза мусора? А что мы можем изменить? Чтобы было чисто, и здесь все хорошо. Дворников побольше, чтобы убирали. А так, ну, здесь-то нормально. Сейчас урны расставили, скамеечки. Сейчас вот плитку положат, и хорошо будет. Санитарный ворк, вообще чистота и порядок. Вот что в дороге сделали. И все. А так, вообще-то, люди следят за этим. Я очень рад за город. Раньше здесь отдыхал. Не такого порядка не было, конечно. А здесь, ну, смотрят люди. Ну, нет, у нас мусор вывозят. Хорошо у нас, вот, живу в этом районе. Вот. Хорошо убираются. У нас тоже дворники каждое утро. Вот, они подметают, там все чисто на улицах. У нас мы на Лазурной живем. У нас постоянно полные, как бы, контейнеры мусора всегда. То есть, вывозься вечером. Ну, летом запах. Сейчас уже запаха нет, а летом, то есть, горы прямо. Очень много мусора вон. Конечно, получше стало, чем было. Специалисты Управления муниципального контроля за один день демонтировали 8 незаконно размещенных объектов. Пять металлических гаражей, торговый павильон и прилегающие к нему летнее кафе. Два киоска по реализации турпутевок. Та же участь ждет в скором времени еще семь объектов. Первая точка демонтажа – металлические гаражи на улице Крылова, 6Б. Пять гаражей были установлены на муниципальной земле незаконно. Дети здесь играли, а родители переживали, чтобы ребята не получили травмы. Горы мусора между гаражами никто не убирал. Два десятилетия металлические конструкции захламляли придомовую территорию. Управление муниципального контроля на основании межведомственной комиссии 26 августа 2014 года принято решение демонтировать некапитальные объекты, на которые земельно правовая документация не оформлена. Содержимое металлических конструкций переписали. Для демонтажа задействовали две единицы спецтехники. Демонтированные объекты отвезли на специальную площадку для хранения. Для возврата объекта в собственнику необходимо обратиться в управление муниципального контроля и предъявить документы, подтверждающие право собственности. Хранятся демонтированные объекты 6 месяцев, потом утилизируются. Дворовую территорию на улице Крылова освободили от пяти гаражей. Жители уже знают, как благоустроят территорию. Слова огромной благодарности, я думаю, выражаю от жильцов всего нашего дома за то, что так оперативно решен вопрос со сносом гаражей. Это один из самых острых вопросов. Это было надо сделать давно и привести территорию в порядок, чтобы дети играли, люди отдыхали, деревья были, лавочки и столики. То есть облагораживать надо территорию. На курорте демонтировали еще одну точку общепита. На углу улиц Кати Соловьяновой и Красноармейской. Холодильное оборудование, столики и столы предприимчивый бизнесмен незаконно расположил на земле общего пользования. Не оформил ни одного документа. На решении Международной комиссии администрации муниципального образования 26 августа было принято решение о демонтаже оборудования, которое установлено на территории общего пользования. Собственнику было предложено либо в добровольном порядке демонтировать это оборудование, либо администрация своими силами бы демонтировала. Собственник согласился произвести демонтаж оборудования за свой счет. Еще одной незаконной точкой общепита на курорте стало меньше. Металлопластиковые торговые киоски на улицах Гребенская, 22 и Крестьянская, 2 были установлены незаконно. Предприниматель сам демонтировал нелегальные киоски. По решению Межведомственной комиссии в селе Витязево демонтируют 7 незаконно размещенных объектов, 6 деревянных роллеров и столовую. За август специалисты управления муниципального контроля составили 335 протоколов за нарушение правил благоустройства, строительства и размещения торговых точек. Очаг возгорания в районе ГСК «Онар» сегодня локализовали пожарные. По сообщению о возгорании дежурная бригада выехала на место. Загорелся контейнер с мусором. Рядом с гаражами напротив пенсионного фонда прибывшие пожарные потушили огонь. Ближайший к очагу гараж по внешнему виду бесхозный пришлось скрывать. Из заборно растущей травы дверь удалось лишь приоткрыть. Еще одно обстоятельство, усложнившее ситуацию. Здесь же проходит труба теплотрассы. Пожар потушили, жертв нет и ничего кроме мусора при пожаре существенно не пострадало. Напоминаем, по данным МЧС России, по Краснодарскому краю с 5 по 7 сентября местами в крае ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса. Высока вероятность возникновения природных пожаров. Обращаясь к жителям, гостям Анапы, Управление гражданской обороны и защиты населения предупреждает. Неукоснительно соблюдайте правила пожарной безопасности. Не разжигайте костры на приусадебных участках и вблизи лесных массивов. Категорически запрещено выжигать мусор и сухостой. К другим темам. Торжественное открытие 14-го всероссийского фестиваля женского спорта «Красота Грация Диал» состоялось на стадионе «Спартак». В этом году региону России представляют 16 команд. Улыбчивый Дагестан, обаятельный Липецк, солнечный Саратов – команда в желтых майках. Девушки построились для начала торжественной церемонии и парада участников фестиваля. Гости и курорты участников спортивных состязаний приветствовали заместитель главы Анапы Сергей Козлов и начальник управления по физической культуре и спорту Сергей Ткаченко. С приглашением познакомиться с городом поближе. Мы сегодня рады вас приветствовать в нашем замечательном городе-курорте Анапа. В самом солнечном, самом красивом городе, городе воинской славы. И я хотел бы одно сказать, что вы сегодня получите удовольствие не только от соревнований, но от того, что еще город живет полноценной курортной жизнью. Можно будет отдохнуть, искупаться и ознакомиться с историей нашего города. Поддержала участниц фестиваля Анна Алешина, председатель Российского совета физкультурно-спортивного общества «Спартак». Если мы не будем поддерживать друг друга, если мы не будем проявлять активную жизненную позицию, не будем заниматься здоровьем, за нас это делать никто не будет. Очень приятно, что уже подрастает новое молодое поколение. После торжественной церемонии с поднятием флагов девушки приступили к разминке, чтобы в полной готовности показать, на что способны. Основная цель мероприятия – привлечь к регулярным занятиям физкультурой и спортом женщин разных возрастов и профессий. В программу фестиваля включены несколько видов спорта – волейбол, дартс, легкая атлетика, настольный теннис, плавание и комбинированная эстафета. Кроме этого, каждая участница испытает свои силы в конкурсных номинациях «Мисс Красота», «Мисс Грация» и «Мисс Идеал». Это все новости на сегодня. Далее прогноз погоды. Партнер выхода прогноза погоды – салон магазин изделий из камней самоцветов, тайной медной горы и золотой цирк Юрия Никулина. Наш мир наполнен неизвестными и неразгаданными тайнами, которые манят как магнит. Особенно много тайн хранят в себе благородные камни. Магазин тайной медной горы приглашает приоткрыть этот секрет. Большой выбор изделий из натуральных камней, украшений из серебра, авторские изделия. Салон магазин тайной медной горы подарит вам ощущение волшебства, таинственности и чарующей сказки. Приглашаем вас по адресу улица Крымская, 114. Уважаемая публика, дорогие ребята, золотой цирк Юрия Никулина снова в Анапе. Только выдающиеся артисты получили право выступать под сводами цирка великого клоуна. Итак, мы начинаем. Смотрите и восхищайтесь. В пятницу, 5 сентября в Анапе солнечно и ясно. Температура воздуха днем плюс 28-30, ночью до 22 градусов тепла. Ветер северо-восточный 11 метров в секунду. Атмосферное давление в норме 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 25 градусов. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры в третьей очереди жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю и уникальное соотношение цены и качества строительства. Срок сдачи – первый квартал 2015 года. Телефоны 48300 и 48333.